Перед нанесением покрытия ИТАКО поверхность должна быть прогрунтована кварцевым грунтом D17 либо D19. После этого наносим базовый слой. Покрытие ИТАКО представляет собой целлюлозную базу, наносимую нержавеющей малкой либо пластиковой теркой неровными хаотическими движениями для создания рельефа стены, имитирующего наплывы старых штукатур. Техника зависит от фантазии мастера, можно в частности применять технику надавливания, можно делать круговые движения, а также применять несколько разных вариантов. Покрытие весьма пластично, долго сохнет, позволяя порядка двух часов оставаться в рабочем состоянии и менять рельеф рабочей поверхности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова После полного высыхания 24 часа наждачной бумагой снимаем лишние наплывы, отстающие участки, делая покрытие несколько более гладким, после чего очищаем поверхность от пыли и приступаем к нанесению финишного слоя. Если поверхность будет вымываться и делаться более сложной, с применением нескольких цветов, желательно перед нанесением финишного покрытия загрунтовать поверхность Д-11 либо Д-9 грунтом. После этого наносится финишное покрытие ОАЗИС либо Антик. В данном случае применяется малярная перчатка, также возможно использование кисти либо валика. Последним этапом является обработка поверхности шпателем или перчаткой. Обработка предназначена для сбора излишков материала в углублениях и удалениях лишнего материала на выпуклых частях поверхности, тем самым искусственно создавая эффект состаренности. Возможно применение нескольких оттенков воска, получая таким образом более сложные цветовые решения. Также возможно применение перламутровых либо металлизированных лаков. Для дополнительной защиты поверхности рекомендуется нанесение лака Д-103 либо Д-101 торговой марки эльф. Продолжение следует... Продолжение следует...